Количество тяжких бытовых преступлений в Татарстане за четыре года снизилось более чем в два раза. О профилактике семейных правонарушений говорили сегодня полицейские. Только с начала этого года в ведомство поступило свыше 20 тысяч обращений граждан об угрозах и побоях. Впрочем, за последнее с недавних пор закон вместо уголовного наказания предусматривает штраф. Обо всем по порядку в материале Айрата Назипова. Преступление на бытовой почве, говорят полицейские, как правило, имеет один почерк. Выпили, поссорились, схватились за нож. Практически всегда причина такого сценария лежит на дне бутылки. Но конфликты возникают и на почве ревности, а также других разногласий. В целом за три месяца этого года полицейские зафиксировали в Татарстане 686 бытовых преступлений, что почти на 250 случаев меньше аналогичного периода прошлого года. Во второе полугодие 2017 года у нас было зарегистрировано 3064 данных преступлений. В то же время сотрудниками полиции было поставлено на учет семейных дебоширов на 1716 человек больше. Это 9515. В минувшем году в стране был введен закон о декриминализации побоев. Если дебошир нанес легкий вред здоровью близкому человеку впервые, то ему грозит административная ответственность. Уголовное дело возбуждает за повторное правонарушение, либо же за насилие над несовершеннолетними. За домашним хулиганом, провинившимся хотя бы один раз, осуществляется надзор. Частые визиты участковых призваны охладить пыл дебошира и предотвратить более тяжкие преступления. Зачастую жертвы рукоприкласса в семье не торопятся обращаться в полицию с заявлением набитчика. Жизнь по принципу «бьет, значит любит», раз за разом оставляет безнаказанным семейного дебошира и порой приводит к тяжелым последствиям. За прошедший год в республике зарегистрировано 216 тяжких бытовых преступлений, чуть меньше половины из которых – убийства. Айрат Назик, Вадим Лохметов, Вызов 112.